пока сижу наблюдаю за движением над поле голубей их пролетом хочу немножко вам рассказать о охоте на голуби и чем она интересна для меня именно в это время конец лета начало осени в первую очередь она интересна тем что она очень эта охота на голуби на дикого вяхеря на горлицу она очень похожа на охоту на гуся в первую похоже на гусь значит чем же она похожа похожа она тем что ты ездишь по полям смотришь места где кормится голубь соответственно эти места очень похожи на места где кормится гусь ну конечно воды нет грязи нет поля можно на машине спокойно вот мы на мерседесе и мы 400 она спокойно ездит по полям вдоль и поперек где ходил комбайн на улице жара стоит можно везде проехать только нет соответственно канал больших ну а так вот по стерне спокойно едет значит это разведка то есть ты ездишь по местам можно посвятить в это время знакомству с новыми местами теоретически те которые могут быть использованы под гуси на охоту весенний период соответственно знаешь где какая культура посеяна где какой рельеф может какие-то наработки себе помечаешь где какой кустик дела жбинка где замаскироваться где теоретически может быть лужа конечно на месте на гусиной охоте там уже будешь посмотреть по месту как гусь будет двигаться какие у него маршруты где будет присаживаться но в целом это охота очень интересно потому что снаряжение опять же практически то же самое тот же хибар весь походный тот же шатер те же причиндалы кухонные те же спальные принадлежности он кстати вяхер еще один полетел через поле это очень интересно обкатывать в это время снаряжение проверять что нужно по доработать по мелочам там с кухонного снаряжения из бытового снаряжения опять же по маскировке очень все похоже сети маскировочные те же самые единственное что добавляется прям совсем зеленая сетка но она и весной тоже у меня с собой в арсенале для маскировки вот например на опушке леса на краю посадочке какой-нибудь где-нибудь под лепкой в бурье не замаскироваться в зеленом в целом снаряжение все то же самое единственное патроны меняют собака тоже стулья скоротки можно поохотиться в лежачих кратках по упражняться в стрельбе по маскировке по его расположению в общем плюсы только положительные минусов я в этой охоте абсолютно не вижу ну и во вторых не то что во вторых а вообще в это время в начале сезона охота на утку она не такая интересная конечно как ближе к концу осени заморозки первые когда появляются когда селезень уже селезень перелинявший накопил жирка очень активно летят разные виды уток на манок начало сезона она интересна черком в плане водоплавающей охоты поэтому в этом сезоне 17 года я конечно посвящу этой охоте тоже время именно черковой охоте ну понятно что утка будет лететь будем утку стрелять но целенаправленно на черка конечно поохотимся это нужно делать вот сейчас вот где-то в течение августа месяца потому что с нашей полосы это граница смоленской московской области смоленскую область черок быстро уходит и в конце осени его практически не остается остается крякова широконоска немножко стоит серый утка широконоска тоже быстро уходит ну вот собственно будем охотиться на черка а сейчас охота на голубя разведка новых мест под гуси на охоту обкатка нового снаряжения полевого в этот раз я обкатывал скородок лежачий скородок для собаки в общем вещь очень удобная собака быстро поняла как в нем вести себя как заходить как разворачиваться и соответственно в нем тенек когда утром солнышко палит уже и не так жарко на там теньке сидит и мягко лежать не знаю не видно будет еще один полетел в яхе над полем вот далеко для такой маленькой птички и для такой маленькой камеры а он еще пять штук 5 лет в общем такое полюшка там пять тут два там три там один ничего примечательного нету стай больших 700 тысяч уголов которые прямо гарантируют очень хорошую охоту а здесь вот в плане разведки покатались посмотрели сегодня не будем охотиться то же самое и в гуси на охоте сегодня сделали разведку оставили место вечером пришли сделали скородок утром пришли расставили чучела от охотились чего убрали снаряжение то же самое скородок тот же самый крышку открываешь закрываешь тренируешься в стрельбе очень много плюсов плюсов много и стрельба тоже она такая динамичная достаточно птица быстрого полета крепкая на рану и требует умение уверенность в своих действиях при стрельбе поэтому еще один пролетел ливень будем наблюдать и будем заниматься этой охотой и дальше будем использовать новое снаряжение обкатывать на этой охоте перед весенним сезоном по маскировке тоже есть наработки по новому скородочку вы его немножко видели на моих последних видео видео фильме он еще стайка летит голов 89 вот это уже поинтересней выводок не покажу вам на камеру потому что они уже скрылись на пересекли поле так что вот такие дела ребят надеюсь вам было понятно почему мы посвящаем этой охоте время именно в этот сезон я имею ввиду начало среди на осени они утиной охоте и что мы на ней делаем какая цель этой охоты не тоже там настрелять птицу а именно обкатать снаряжение обкатать план действий тактику то очень важно сработанность команде в коллективе она позволяет добиться больших результатов здесь тоже нужно принимать взвешенные решения у нету птицы надо что-то делать поехали искать раз поле проанализировали он голод не любит овес гусь тоже не очень любит овес да ну конечно если нигде ничего нет на овес сядет вот а здесь примерно все то же самое так что надеюсь вам было понятно почему голубиная охота охота на вяхер и ветють не горлицу они на утку для чего нам это надо делайте выводы для себя ребят и перенимайте опыт именно с практической точки зрения что можно много нюансов закрыть по весенней охоте на гуся именно в охоте на голубя ну все пока